Здравствуйте! Вы смотрите программу «Формула здоровья» в студии Мария Шматкова. Сегодня у нас в гостях Виола Огородникова, автор и ведущая курса «Архитектура тела» с Виолой Огородниковой. Здравствуй, Виола! Здравствуй, Маша! Как говорится, в здоровом теле здоровый дух. Зима не за горами. Это значит, что нужно подготовиться и в том числе подготовить свое тело к этому периоду. Все верно, Маш. Но самый, наверное, мы с тобой обсуждали за кулисами оптимальный вариант уехать в это время в какое-нибудь теплое к морю. То есть обмануть организм, обмануть себя, ну по сути, да? И как бы заставить его перестроиться. Просто получать больше солнца, хорошее питание и положительные эмоции. Но поскольку не у всех есть такая возможность, и с учетом того, что границы закрыты, то, конечно, я бы рекомендовала больше всего проводить именно время на свежем воздухе. Ну хотя бы выходные куда-нибудь уезжать на природу и дышать, дышать, дышать. Но можно возразить, что плохая погода, возможно, скоро наступит, так, скорее всего, оно и будет. Но, как говорится, нет плохой погоды, есть плохая экипировка. То есть всегда можно хорошо одеться по погоде и, конечно же, просто больше дышать. Разгуляем под дождем. Почему бы и нет? Ну, смотря какой дождь, да, можно себе устроить. Снегопад. Ну, мне кажется, что когда мы выходим на нашу лыжероллерную Лазутинскую трассу, то мы видим в любую погоду людей и даже в 35-градусный мороз, который все равно чем-то занимается, какими-то активностями. Но это очень важный момент, потому что, на самом деле, одна из самых важных очистительных и отвечающих за иммунитет системы – это наша дыхательная система. Она отвечает за газообмен легкие. Они доставляют кислород всем нашим тканям и клеткам, которые как раз благодаря вот такой доставке питательных веществ и кислорода имеют возможность регенерировать, восстанавливаться и в том числе восстанавливать нашу нервную систему. Но все-таки вот чтобы оставаться в тонусе, сколько нужно гулять в день? Ну, хотя бы минимально. Какая граница? Давай вот сегодня попытаемся определить. Не меньше, чем? Я могу сослаться на источники по йоге. Когда я только начала изучать этот вопрос, была просто практиком, ходила сама к кому-то на занятия, мне была интересна именно теория, что же нужно делать, чтобы все-таки вот эти практики, они здорово ложились. И там, помимо того, какие надо делать упражнения, как здорово влияет йога, была оговорка, что, друзья, если вы не находитесь на свежем воздухе ежедневно минимум час и не спите нормально, не пьете достаточно воды, то все это такие, ну, мертвому припарки, да, как говорится. То есть это все-таки не очень эффективная будет практика, потому что все равно мы должны дышать, мы должны просто делать какие-то естественные для нас вещи, а все остальное, оно просто помогает нам реализовывать потенциал своего тела к самоисцелению. Ну, казалось бы, прописные истины, но вот все-таки, как ты считаешь, как самого себя замотивировать и включить, найти вот то самое ценное место для себя, для здоровья, тот самый нужный час подышать, 15 минут в день позаниматься гимнастикой или упражнениями от Виолы Огородниковой, которые мы в большом количестве давали, все эти техники, практики нашим телезрителям, и можно, в общем-то, на официальном канале телекомпании Одинцова все это посмотреть, поднять, вспомнить. Вот что должно быть мотиватором? Мне кажется, у каждого человека мотиватор, он абсолютно свой, важно его найти. Например, у меня есть замечательный знакомый, который жаловался, он приходил в студию, занимался йогой в великолепной форме, он спортсмен, он бегает в марафонах, хотя он в таком уже осознанном возрасте находится. И он мне показал свою фотографию, я говорю, это ваш друг, брат, кто это? Совершенно разовощекий, очень большой человек, и я бы никогда в жизни его не узнала. И он говорил о том, что его образ жизни, он очень много работал, хорошо зарабатывал, но очень много был за рулем, не позволял ему никак сесть на диет, причем он садился даже, и вот все это заканчивалось таким срывом и стрессом, и он понял, что он неправильно мотивирован, то есть, когда он начинает заниматься спортом или следить за питанием для того, чтобы похудеть, это приводит его к стрессу. А вот когда он начал заниматься спортом для того, чтобы, например, достичь каких-то результатов в спорте, например, пробежать марафон, он себе поставил цель, первый такой любительский, его это невероятно замотивировало, то есть, цель не сама была похудеть или быть здоровым, ну, конечно, если уже что-то болит. А просто пройти некое препятствие и, в общем-то, получить от этого удовольствие самое главное, то есть, не на пределе своих физических, да, но, возможно, но тем не менее. Ты знаешь, мужчинам, как правило, хочется вот это нормально, да, для них это нормальная история, да, то есть, преодоление такое. А девочкам, возможно, это какая-нибудь картинка в холодильник, да, эстетика, а бывает, что и она тоже приводит к стрессу, и, возможно, как раз-таки мотиватором будет какая-то компания. Ну, например, позвонить подруге, сказать, слушай, давай мы пройдем этот марафон вместе, будем друг другу помогать, и ты мне будешь вот тоже писать, звонить, а ты вот это сделала, а я тебе буду помогать. Я так, например, мы с мужем друг другу помогаем, если я понимаю, что не справляюсь, то есть, я вот, ну, регулярно не делаю какую-то историю, которая мне очень полезна. Я его прошу и говорю, пожалуйста, вот, если я сейчас буду есть после шести, не останови, но бывают такие периоды, когда вот все, мы решаем это делать. И, ну, я благодарна тому, когда есть человек рядом, в данном случае, там, мой супруг, который мне действительно оказывает вот такую вот поддержку и помощь, хотя, конечно, иногда это очень зли, думаешь, а так хочется. А может быть, бросить в себе ограничения, но, тем не менее, я вспоминаю о том, что, первое, здоровье самое важное, что есть у человека и его сохранение. Поэтому мы сегодня говорим как раз-таки об этом, как без особых потерь войти в зимний период и подготовить свой организм. Первое, гуляем. Хотя бы час в день. Да. Второе, пьем больше воды и высыпаемся. Ну, это второе и третье, да, уже, что, как правило, да, мы выяснили, в полнолуние было сложновато сделать, но все-таки, да, для того, чтобы хорошо спать. Но, опять же, прогулка – это залог, в общем-то, здорового сна. Все верно, особенно если ты гуляешь уже перед сном, да, а здорово гулять, например, и до работы, и перед сном. Ну, это уже такие прям фанаты, наверное, прогулок, особенно в межсезонье будут. Ну, просто можно для того, чтобы сон был здоровым, но не смотреть интернет, не ковыряться в телефоне перед сном, да, уже просто как-то. Можно даже просто почитать какую-то, ну, не очень интересную литературу, например. Ну, важно очень, чтобы просто глаза отдохнули, и вот этот большой поток информации, он нам не мешал уже готовиться к такому комфортному отдыху. Третий момент – это, конечно, питание. Да, правильное питание, это витамины, это здоровая какая-то пища, то есть все-таки больше есть овощей и фруктов, пить свежевыжатые соки. Благо сейчас фрукты, они в достаточном количестве, сейчас прекрасный сезон для них. Ну, и, конечно, какая-то антистрессовая терапия. Что это такое? Ну, я бы, наверное, знаешь, как дала такой образ, я бы сравнила наше тело с космическим кораблем, который курсирует по Вселенной. И вот стресс – это некий космический мусор, который попадает в этот космический корабль и деформирует его. И мы это можем видеть по осанке людей, да, по каким-то их зажимам в теле, ну, или чувствовать на себе. И вроде бы корабль функционирует, но он уже искорежен, да, вот этими внешними факторами. И как все-таки его привести в порядок? Ну, вот как вот уже орган, он где-то, да, стянут диафрагмой, где-то у нас грудная клетка зажата. Это, конечно, дыхание. Это правильное дыхание. Но вот правильное дыхание, оно может помочь нам немножечко себя расправить. На самом деле, когда мы дышим правильно, мы позволяем очень хорошо работать нашему обмену веществ. Это улучшение кровообращения. Это, конечно, прекрасная работа сердца, потому что когда мы зажимаемся, мы не дышим, страдает сердце. Это работа внутренних органов, потому что, когда у нас зажатая диафрагма, она не работает в дыхательном процессе, у нас ущемляются все внутренние органы, в том числе страдает кишечник, это один из главных органов, который, собственно, создает наш иммунитет. Ну и, конечно, это восстановление нервной системы. Но здесь такой момент, что и осанка, и дыхание, они очень тесно взаимосвязаны. И человек с уже какими-то деформациями в осанке, ему сложно дышать правильно. Поэтому здесь важно как раз заниматься теми упражнениями, в том числе, которые мы успели дать за тот сезон летний, когда мы отснимали материал. Конечно, мы не все отсняли. Есть отдельные упражнения, которые работают как раз со всеми дыхательными мышцами, восстанавливают их функцию. Но это, я думаю, что можно сделать отдельный цикл передачи. Я думаю, что зима впереди. Это значит, что у нас будет достаточно времени для того, чтобы еще дополнить те циклы упражнений, которые ты уже давала в предыдущих наших программах. Да, и тем не менее, сегодня один из таких самых острых вопросов, это вторая волна, это как поддержать свой иммунитет, потому что мы понимаем, что коронавирус в первую очередь бьет по иммунитету. Если иммунитет снижен у человека, то, соответственно, это все влечет за собой ряд определенных моментов. Едим фрукты, пьем воду, гуляем на свежем воздухе. И если говорим про тренировки и физические нагрузки, как правильно распределить, как вот, в общем-то, ну, бывают такие перекосы, да, кто-то в погоне за красивым телом, кто-то в погоне еще за какими-то интересными образами. Бывает, перегружает свой организм. Вот как этого избежать, как все держать в гармонии, в балансе, и все это, чтобы помогало иммунитету и здоровью? Очень простой ответ, и это очень непросто бывает сделать. Чувствовать свое тело, чувствовать свой организм и отслеживать, где лень, а где действительно утомленность. Как это сделать, порой очень сложно это сделать. Но что приятно, сейчас тренд именно умного фитнеса. Он потихонечку приходит, и уже и мои коллеги отдельные, великолепно тоже ведут какие-то определенные блоги и отдают упражнения, которые уже при определенных, допустим, деформациях у человека, ну, потому что нельзя сказать, что давайте все будем бегать. Человеку, может быть, просто нельзя бегать, да, а он в погоне за красивым телом начнет убивать дальше свои суставы при неправильном положении уже скелета, да, будет просто усугублять положение дел. Поэтому здесь, что я могу сказать, участвовать в марафонах. Сейчас пошла нескрытая реклама, да. Но просто находить те ресурсы, когда вы можете понимать, что здесь идет именно человеколюбивый подход. И мы не качаем просто для того, чтобы что-то подкачать, не бегаем, чтобы побегать. А именно для вас выстраивает вашу структуру тела. И вы можете чувствовать, что после тренировки вам комфортно. Вы, например, глубже дышите, вам легче идти с прямой спиной. У вас уже нет болевых каких-то ощущений в тех местах, которые вас беспокоили. Например, поясница. Если же вы качаете пресс, например, и вы понимаете, что поясница все равно болит или болит больше, значит, вам нужно заняться глубокими мышцами живота и включить мышцы тазового дна. То есть что-то идет не так. Либо если вы работаете с руками, там качаете мышцы рук, и вы понимаете, что у вас стопорится что-то в плече, какой-то дискомфорт, это говорит о том, что вы либо тренируетесь не так, либо вы даете слишком большую нагрузку. Но в любом случае это деструктивная история. Поэтому здесь, наверное, такая история индивидуальная. Нельзя сказать, что всем нужно больше... Конечно, нужно соблюдать какой-то баланс кардиотренировок. Да, мифа социального расслабления, когда все-таки у нас мы потренировали наше сердце, нашу систему, у нас очень хорошо произошел такой и газообмен, и движение лимфы ускорилось, вообще все процессы. И, конечно же, мышцы мы расслабляем, мы растягиваем, мы удлиняем вообще все пространство, создаем пространство в теле для того, чтобы тело чувствовало себя комфортно. То есть комплексная история. На массажике, пожалуйста, кому можно, в баню. То есть как-то больше любить себя и бесспорно сделать какой-то себе план, чтобы не уходить в такую историю, что, ну, наверное, я перетренировался, вот уже третью неделю не хожу, ну, вот мне не надо. Ну, еще, чтобы не было это сезонно, то, что мы как раз таки отмечаем, когда весной все истерично бросаются в фитнес-клубы для того, чтобы подготовить себя к лету, понимая, что волшебной таблетки не будет и что-то надо с этим делать. Собственно, летом полное расслабление и, в общем-то, можно все почему-то. А осенью снова вроде бы и время появилось. О, Боже, да, кто-то встал на весы. А, что же делать, как же быть? Все возвращаются в офис, и нужно снова выглядеть, соответствовать, не выпадать из социума, чувствовать себя комфортно. То есть вот эти вот все перекосы, они как раз таки тоже все и влияют на здоровье, на восприятие внутреннее и внешнее. Вот опять же, да, то, о чем ты говоришь, это баланс, это гармония и аккуратность все-таки. В обращении со своим прекрасным организмом, со своим телом, со своим здоровьем. Понимаешь, осень – это же все-таки период обострений, это период перестройки очень мощный, да, когда мы в связи с погодой уже становимся менее подвижными, и нам не хочется выходить из дома. Вообще наша система перестраивается с одного теплового режима, да, и с какого-то образа жизни на другой. Нам хочется забраться под пледик, взять кружечку чая с малиновым вареньем. Ну почему бы и нет? Просто, может быть, в этот период позволят себе… Их очень любимый фильм. В любом случае будет отличный фильм. Классно, что чай с вареньем, там, молочко с… Медом. Какао, в конце концов, да. Вот, все, что угодно, это полезно для нервной системы. Если хочется в норку, надо уйти в норку. И просто выполнять даже практики в постели, благо они есть, да, вот, в тех же программах, которые у нас есть. У нас есть целый пласт, когда можно, лежа в постели, делать себе полезные какие-то вещи для себя и получать удовольствие, потом с легкой поясницей встать и говорить, я молодец, я полежал, еще сделал такой вот фитнес в постели. Можно очень мягко войти в практику, точнее, не выходить из нее, просто сделать такой период адаптации 15-20 минут, но каждый день делать физкультуру. Например, с утра на голодный желудок, который бы включал дыхательные практики. Манипуляции с животом – это уже больше из йоги, а это стимуляция, такое хорошее омывание и создание кровообращения внутренних органов. То есть это очень здорово для кишечника, очень здорово вообще для всей нашей моторики, пищеварительной системы. То есть постепенно, мягко включить все наши ресурсы, это не будет стрессом. То есть можно очень мягко простукиванием, очень много практики есть, даорские практики есть, какие-то просто тибетские тряски, очень много всего. Можно все это собирать, мы обязательно с тобой даже такое можем сделать, как-нибудь разминку утреннюю, которая не займет много времени, но после этого ты такой красивый, с прекрасным румянцем на щеках, продышенный, уже включенный в процесс. Не когда ты засыпаешь и думаешь, как же доехать по пробкам еще, если вдруг куда-то. А так можно, кстати, в пробках тоже делать полезные для себя вещи, но это тоже уже отдельный разговор. То есть на самом деле просто мягко себе позволять поддерживать вот этот период, нашу систему в комфортном, правильном состоянии. Не бросайте, просто немножко снести темп. И тогда вы почувствуете изменения. Конечно, главное регулярность. Пусть это будет совсем небольшое количество упражнений, но ремарка. Я помню, когда я вела йогу для начинающих, и это было в течение года. У меня было очень много занятий, но это были очень простые упражнения. Ну, это не то, чем я раньше занималась, когда я просто была практиком, ни с кем не работала. То есть у меня был потрясающий прогресс по телу. Я думаю, ну вот, у меня появилось время, пойду к коллегам и позанимаюсь для себя. Я прихожу уже с большой опаской, потому что это очень мощный класс, где люди бегают на руках, стоят на головах и качают пресс из этого положения. Там на мостиках бегают. И думаю, боже мой, я не знаю, как я вообще этот темп выдержу. Раньше мне он давался, ну, тоже это был вызов определенный. И я пришла на это занятие, и я поняла, что я не устала, что я в очень хорошем ритме, в правильном делаю все. И мне классно, и я делаю гораздо больше, чем делала раньше. То есть простые вещи, как правило, они ведут, ну, регулярные, они ведут к очень большому прогрессу. Виол, спасибо за твои советы. Готовимся к зиме вместе с Виолой Городниковой. Вы смотрели «Формула здоровья». Оставайтесь на нашем канале. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин